Мы находимся на территории учебного отряда подводного плавания, командует которым капитан первого ранга Тибор Янушевич Шварц. Тибор Янушевич, мы были у вас не так давно, несколько недель назад, когда личный состав готовился принимать присягу. Скажите, какую присягу приняли? Весь личный состав 100% принял присягу СНГ. Как проходит учеба? Ведь ребята будут подводниками, а час находится на берегу. Теоретический курс обучения, начальный курс обучения, становление подводником, он немыслим без береговой подготовки. Сначала мы учим ребят теории элементарным, как говорится, понятием подводной службы, готовим их по общей воинским дисциплинам, затем ребята проходят у нас стажировку на подводной лодке, экскурсии организовываем. У нас есть великолепная учебная база, которая позволяет в полном объеме подготовить. Ну а далее, значит, на флотах ребята уже получат конкретную практику плавания. Как проходит жизнь отряда сегодня, когда вокруг так много волнений и разговоров? Я считаю, что жизнь отряда проходит так, как она много лет, в общем, устоялась. Люди у нас учатся, отдыхают, ходят в баню, в увольнение, на экскурсии, на занятиях, обучаются на тренажерах, посещают подводные лодки, работаем, когда надо, на подсобном хозяйстве, сами себя обеспечиваем мясом на 4-5 месяцев в году. Ну и живут полнокровной, настоящей жизнью, как положено, курсанту в учебном подразделении. Тибор Янышевич, Ваш отец венгр, мама украинка, Вы украинец, жена у Вас русская. Скажите, пожалуйста, какой присяге верны Вы? Я верен той присяге, которую принимал в 1960 году. И сегодня никакой другой присяги Вы не принимали? Я не принимал другую присягу. И считаю, что повторно приводить военного человека к присяге, ну, это ненормально, наверное. Ваш старший сын тоже офицер-подводник, служит на Северном флоте. А кем хочет стать младший? Младший не мыслит себя не военным человеком. Он хочет быть военным человеком и подводником, как и отец.